Wall Street Journal, США Американская компания против Huawei сталкивается с проблемами в Восточной Европе Дрюхеншо, Стуву Wall Street Journal, США 11 февраля 2019 года Представители руководства Чехии заняли противоположные позиции в вопросе о том, как найти баланс между проблемами безопасности, в наличии которых их убеждают американцы и представители собственных органов по кибербезопасности, и стремлением получить китайские инвестиции, а также расширить торговые и деловые отношения с этой страной Чешский премьер-министр хочет ввести ограничения против Huawei, однако президент страны поддерживает эту фирму Раскол в Чехии говорит о том, что майку Помпео будет не просто на этой неделе, когда он отправится в этот регион В последние годы его довольно редко посещают высокопоставленные американские гости Китайские же премьеры, в отличие от них, с 2012 года ежегодно встречаются практически со всеми главами правительств Центральной и Восточной Европы А в 2016 году председатель Си Цзиньпин три дня провел в Праге, посетив замок и выпив пиво с президентом Чехии Милошем Зиманом Теперь Зиман стал одним из главных защитников Huawei в Европе Польские руководители тоже балансируют на канате, уверяя американских коллег, что наложат ограничения на Huawei И в то же время стараются избегать неожиданных решений, которые могут вызвать недовольство в Китае С другой стороны, правительство Словакии и Венгрии стали на сторону китайского гиганта США создали вакуум своим слабым присутствием в этих странах, и этот вакуум заполняется, сказал в пятницу журналистам высокопоставленный чиновник из администрации Трампа Наступил такой период времени, когда Китай выходит вперед Американские официальные лица заявляют, что Пекин может вынудить компанию Huawei шпионить в интересах Китая, поскольку она знает, как подключиться к сетям и к сотрудникам различных компаний во всем мире с целью слежки Huawei заявляет, что никогда этим не занимался и не будет заниматься, и утверждает, что ничем не обязан Пекину На неофициальной встрече в прошлом месяце американский посол в Польше оказал давление на польского премьер-министра Матюша Моровецкого Требуя выполнения определенной политики по отношению к Huawei, намеренно разворачивать в этой стране сети 5G Моровецкий мягко заверил посла, что его правительство ограничит деятельность Huawei, о чем сообщили знакомые с ходом беседы источники Польша арестовала сотрудника этой компании и обвинила его в шпионаже в интересах Пекина Сотрудник все обвинения отрицает, Huawei уволила этого человека и сказала, что обвинения не имеют никакого отношения к его работе в компании Некоторые польские чиновники сожалеют, что Варшава отдала предпочтение США, а не Китаю, и выражают тревогу по поводу возможных ответных действий КНР Польша застряла посередине, сказал один из советников Моровецкого В действиях против Huawei Вашингтон сосредоточил свое внимание на Европе, видя в ней поле битвы в технологической холодной войне с Китаем, о чем говорят американские официальные лица Соединенные Штаты практически запретили деятельность Huawei на территории своей страны Однако многие страны Европы, в том числе Британия, Германия и Польша, разрешают Huawei расширять у себя коммерческую деятельность и стать ключевым игроком на рынке телекоммуникационного оборудования В 2017 году китайский гигант занял лидирующие позиции на европейском рынке техники сотовой связи, получая 31% общего объема прибыли, о чем сообщает исследовательская компания телекоммуникационной отрасли Delora Group Делора Грауп На втором месте оказалась шведская компания Ericsson, получившая 29%, а на третьем – финская Nokia с 21% Европа является важнейшим рынком еще и потому, что, в отличие от Африки и Латинской Америки, операторы сотовой связи готовятся к запуску сверхбыстрой беспроводной технологии 5G, которая позволит подключить к интернету беспилотные автомобили Заводские цеха и станки, а также предметы ежедневного пользования Не исключено, также, что эта технология позволит взламывать все это Наибольшая напряженность складывается на востоке Европы, где руководители некоторых стран чувствуют, что могут получить серьезные выгоды от китайских инвестиций и торговли Премьер-министр Словакии сказал недавно, что его правительство не видит угроз своей безопасности со стороны Huawei Такого же мнения придерживается правительство Венгрии, где Huawei помогает создавать сеть поддержки бизнеса наподобие американской сети 911 Американцы намерены представить свои доводы против деятельности Huawei в Европе на двух важных европейских форумах, о чем заявил сотрудник Госдепартамента В пятницу открывается Мюнхенская конференция по безопасности, являющаяся важным и очень заметным международным событием А в конце февраля состоится самая важная ежегодная встреча руководителей сотрудников сферы телекоммуникации МВЦ Барчелона Прежде она носила название «Конгресс мобильного мира», которое соберет 100 тысяч представителей этой отрасли Для Huawei рынки Восточной Европы не имеют большого значения в сравнении с рынками более крупных и продвинутых экономик Европы Тем не менее, эти страны подвергаются давлению со стороны США и Китая, в отличие от более крупных европейских государств Руководство Huawei заявляет, что его тревожит созданный прецедент, который может отразиться на всем континенте «Мы не откажемся от возможности бороться за этот рынок, несмотря на его незначительные размеры», сказал в этом месяце на небольшой пресс-конференции в Варшаве региональный директор Huawei по связям с общественностью Аустин Джан, Аустин Джанг Сложнее всего ситуация в Чехии Не за долго до Рождества правительство этой страны предупредил аппарат премьер-министра Андрея Бабеша Андрей Бабес, чтобы он не занимался коммерческой деятельностью, касающейся телефонов Huawei Эта компания не только продает операторам оборудование сотовой связи, но и является вторым в мире производителем смартфонов Уступая первенство только Самсунгу Руководители чешских ведомств по кибербезопасности и Министерство обороны давно уже выражают озабоченность по поводу безопасности страны Проблема здесь всего одна Это президент Чехии Зиман, являющийся большим поклонником Huawei Должность у него в основном формальная, но он все равно обладает существенным весом Зиман обвиняет чешские органы по кибербезопасности в антикитайском расизме и называет американские заявления истерией Политическое руководство КНР уже несколько лет ищет расположение Зимана Визит Си в 2016 году вызвал поток обещания вложений и инвестиций Реальных денег пришло немного, но одна китайская энергетическая компания с политическими связями вложила средства в ведущую футбольную команду из Праги Эта команда была на грани банкротства, но приток денег позволил ей приобрести футбольных звезд и добиться успехов, чему очень порадовался Зиман В прошлом месяце Зиман взял в двоих высокопоставленных руководителей Huawei китайского посла на экскурсию по Пражскому граду, построенному в 9 веке Другие чешские руководители говорят, что американцы больше думают о защите своего бизнеса, нежели о национальной безопасности Официальные лица из США заявляют, что Huawei угрожает национальной безопасности и экономике Америки Коммунистическая партия Чехии, сыгравшая ключевую роль в сохранении незначительного законодательного большинства Премьер-министр Бабиша, тоже поддерживает Huawei Коммунистические лидеры, часто летающие в Пекин, открыто требуют, чтобы правительство поддержало Huawei В прошлом месяце председатель коммунистической партии Вайтек Филипп, Вайтек Филипп, 4 дня провел в Китае, где у него были встречи с членами правления Huawei и с высокопоставленными китайскими руководителями Он посетил выставочный зал компании, где представлен обширный ассортимент ее продукции Он был размером с футбольное поле, сказал потом Филипп Huawei пожаловалась, что предупреждение чешских органов по кибербезопасности, настроенных против ее продукции, наносит вред китайскому бизнесу в Чехии Как следствие этого предупреждения, Huawei уже понесла убытки и сталкивается с многочисленными трудностями, написал 1 февраля в письме премьер-министру Бабиша и чешскому агентству кибербезопасности Главный представитель этой компании в Чехии Радослав Кидзе, Радослав Кидзе Вред нанесен розничной активности и самому бренду Свой материал для статьи предоставил Филипп Хейманис, Полипа и Манс Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ